вот передо мной совершенно новая машина смотрю зазоры боковой двери для себя если посмотреть зазор который ближе находится к пассажирской двери то зазор примерно сантиметров миллиметров 6 и дверь топорщится наружу она не сидит там глубоко наверху зазор расходится клином кверху к низу он сужается это новая машина совершенно новая наверху зазор более менее ровный здесь с этой стороны зазор меньше чем спереди и наверху если посмотреть дверь внутрь уходит здесь также дверь уходит во внутрь и уходит во внутрь также внизу зазор снизу вот такой сантиметров ой миллиметров 5 по всей длине переходим к зазором задней части по центру зазор примерно сантиметр шириной наверху 4 миллиметра 4 5 миллиметра двери уходит во внутрь примерно на пару миллиметров если посмотреть зазор крайний наверху примерно 3 миллиметра и к низу он расходится вот если посмотреть примерно в районе задней фары он уже здесь миллиметров 67 также с этой стороны наверху зазор маленький миллиметра 34 и к низу он расходится внизу он уже становится здесь вот примерно где-то 6 7 миллиметров если посмотреть здесь в самом низу примерно от пластика 5 метров но опять же пластик это у нас он играет и по нему зазор смотреть не стоит внизу зазор примерно 4 миллиметра по всей длине этот самый нижний зазор вот такие зазор на новой машине 4 машина совершенно новая здесь можно посмотреть вот арки покрашены белым еще даже грязи не было зазор на двери крылой дверь примерно вровень зазор примерно 5 миллиметров зазор неровный по всей площади по всей длине вот этого по всей длине зазор неравномерный наверху он шире посередине он становится меньше потом опять чуть-чуть разъезжается то есть но вот завода машины идут прям вот собраны вообще непонятно просто непонятно здесь дверь прям торчит сюда наружу наверху тоже торчит а с этой стороны она туда входит внутрь по всей плоскости здесь зазор меньше здесь где-то 4 миллиметра здесь миллиметров 56